Наша история, наша трагедия, наша гордость, наша судьба. Тайны, судьбы, имена. Март 1918 года. Казахстан. Уральские степи. Белогвардейцы, поднявшие бунт против революции, разыскивают большевика-казаха, оставшегося в живых после кровавой расправы над Красными. Революционером, которого так неистово искали белоказаки, оказался Абдрахман Айтиев. Как и щейки, преследователи обыскивали каждый дом. Но рискуя своими жизнями и жизнями своих семей, простые крестьяне прячут красного офицера от расправы. Пытаются навести на ложный след. Одним из тех, кто ценой своей жизни укрывал Айтиева, оказался крестьянин Семен Козловский. За помощь революционеру белогвардейцы заживо закопали его в землю. Но эта ужасная и жестокая история, лишь одна из многих, которые случались в то время. Время, когда наша земля и наш народ были разделены на два лагеря. В этот переломный момент появились и проявились десятки выдающихся личностей и лидеров своего народа, как с той, так и с этой стороны. Они шли за идеей, массы шли за ними. Они брали на себя ответственность и совершали поступки, которые позже, вплоть до наших времен, оценивали всегда по-разному. Революционеру Айтиеву удалось спастись. Он выжил для того, чтобы стать одним из самых ярких представителей революционного большевистского Казахстана. Выдающимся политиком, государственным деятельным, вернувшим земли, спасшим сотни тысяч жизней жителей Казахстана и России от голодной смерти. Но, несмотря на это, отношение к личности Абдрахмана Айтиева всегда было неоднозначным. Возможно, от того, что он стал первым народным комиссаром внутренних дел. Да, возглавив правительство Казахстана, Айтиев осознанно взял на себя ответственность. Он верил в свою правоту и справедливость революции. Он был готов проливать кровь за идеи коммунизма, потому что сам не раз был на волоске от смерти. И знал, что за мир и спокойствие придется заплатить высокую цену. Субтитры создавал DimaTorzok Аул Сугурбай Теректинской волости Уральской губернии. Здесь 21 марта 1886 года и родился Абдрахман Айтиев в семье простого шаруа Айти. Бедного, но честного и справедливого. Земляки его так и прозвали Айти Прадар. Младший сын Абдрахман резко выделялся среди других детей. Он был смышленым и работящим. Семья Айти имела и свое домашнее хозяйство, скот и даже свою собственную рощу, в которой своими руками соорудили пруд с рыбами. А выращенные овощи и другие продукты сбывали на ярмарке в Уральске. Трудолюбивый Абдрахман с 7-летнего возраста наравне со старшими помогал отцу пасти байских овец. Из воспоминаний Абдрахмана Айтиева. Помнится, сколько страхов мне пришлось пережить во времена перекочевок. В ночной темени видны горящие глаза хищников. Но никому нет до этого дела. Ты пасешь байских овец. Тебе доверено его богатство. Ты недаром ешь чужой хлеб. Иди и кричи, отгоняй летующих волков. И не важно, что ты ростом не вышел и годами мал. Ты продал себя другому волку. Холеному и сытому. Тому, кто сидит в просторной юрте на мягких подушках. И кому подносят душистый чай. Бескрайняя казахская степь. Сколько долгих дней маленький Абдрахман бродил по ней с отарой овец. Сколько ночей провел под открытым небом. И, вглядываясь в бесконечный горизонт, он думал о том, почему в его родной степи земля, солнце, воздух и вода даются всем поровну, а живут все в несправедливости. Одни присыщены достатком, другие страдают от голода. Айти всегда мечтал о лучшей жизни для своих детей. Общаясь с русскими переселенцами и с цельными, он понимал, что только образование поможет выбиться в люди. Поэтому постоянно твердил своему сыну Абдрахману о необходимости учиться, постигать грамоту. От природы смышленый и любознательный мальчик и сам тянулся к знаниям. Но получить образование тогда можно было только в городе. В виде способности и стремления сына к обучению Айти отправляет Абдрахмана в Теректинскую область для учебы в русско-казахской школе. Свою революционную деятельность Айти их начинал еще молодым парнем, верившим в идеалы революции, и именно в Уральске. Он начинает свою деятельность изначально как писарем, как бы истопником, потом переходит в другой ранг, уже получив несколько образований. Он получается уже по тем временам, например, переводчиком или делопроизводителем у ранга первого судьи или шестого участка. Это очень большая была должность. Вы знаете, политические ситуации того времени и социально-политическо-экономическое развитие Казахстана, оно тогда было совсем другим. Это колониально зависимость Российской империи, и национальные кадры, они были очень нужны империи, потому что через них они хотели бы установить или усилить колониальный власть. Но такие люди, как Айти, работая уже в колониальной системе, они понимали, что это неправильно, что они выступали за социальную справедливость. И в итоге оно получается так, что вот все эти деятельности его в Уральске, оно, я хотел сказать, сформировали Айтиева-революционера. Начало 20 века в Российской империи ознаменовалось чередой народных волнений на классовой почве. Забастовки, стачки, митинги и демонстрации захлестнули страну. Уральск также оказался одним из очагов протестов рабочих. С детства познавший несправедливость и притеснение баев, молодой Абдрахман Айтиев всей душой принимает идеи революции и участвует сначала в подпольных собраниях, а после в открытых массовых демонстрациях. Большевики охотно принимают его в свои ряды, поручая ответственные задания. Из воспоминаний Абдрахмана Айтиева. В годы спада первой русской буржуазно-демократической революции я выполнял разовые поручения большевиков города Уральска. Работа заключалась в пропаганде революционных идей, что существующий в России строй не есть закон природы, он является системой эксплуатации царем и классом богачей труда рабочих и трудящихся, что царь не поставлен богом, что материальные блага создаются рабочими и трудящимися, почему они должны организоваться для борьбы за насильственное свержение этого строя и установление своей власти. Кульшан. Его любимая женщина и боевая подруга. Она вдохновляла его, помогала во всем и переживала вместе с Абдрахманом горе и радости. Это был настоящий крепкий союз. Семья для Айтиева всегда была отдушиной и источником силы энергии. Ведь Кульшан полностью разделяла идеалы мужа, а потому обеспечивала супругу не только уют и тепло в доме, но и стала его верным соратником. 1916 год. Российская империя несет колоссальные потери в Первой мировой войне. Царские власти совершают ошибку за ошибкой. Очередным, роковым решением стало издание указа о привлечении инородческого населения на тыловые работы. В степи новость о мобилизации была воспринята крайне негативно и спровоцировала восстание, которое возглавил Амангельды Иманов. Остаться в стороне от страданий простого народа Айтиев не мог и принял в этом движении активное участие. Пожалуй, именно тогда впервые ярко проявились его способности лидера и организатора. В 2014 году, в годы Первой империалистической войны, когда Муржах Абдулатов, Ахмед Байтурсунов, На страницах своей газеты «Хазак» Муржах Абдулатов пишет воззвание, что не надо поддерживать политику царя, который далеко от казахской степи. В это время Абдурахман Айтиев, находясь в Уральске, имея связь с уже большевистскими подпольными организациями, Абдурахман Айтиев присоединяется к идеям Амангельды Иманова, к идеям Ахмеда Байтурсуна Муржаха Абдулатова, начинает собирать первые отряды, которые потом пойдут в помощь Амангельды Иманову под руководством Турары Рыскулова. Нужно отметить, что Бокийханов, Байтурсынов, Бегимбетов и Айтиев в этот непростой период выступали на страницах газеты «Казах» и разъясняли суть указа царя. Более того, в своем обращении к правительству они изложили свои предложения о том, что в случае необходимости призыва казахов на фронт, нужно призывать их не в трудовые отряды, а кавалерийские войска наравне с казаками. Февральская революция 1917 года не принесла в Казахстан больших изменений. Большая часть царской административной системы сохранилась на местах. Сменилась только верхушка. Это было время неопределенности, которое, однако, совершенно точно определило для самого Абдрахмана Айтиева его жизненные принципы и взгляды. А потому он, зачастую рискуя жизнью, бросался в самое пекло событий. Октябрьскую революцию молодой большевик, как и его товарищей, встретил с большой радостью и надеждой. Он был очень шустрый такой, скажем, вот, смышленный. И он владел такой информацией, как никто другой. Потому что он знал все документы канцелярии генерал-губернатора в долях, позволенных ему. И вот он стал распространять эти листовки. Так скажем, он получил политическую закалку или образование, вот именно работая с населением. Вместе с русскими большевиками Айтиев ведет агитационную работу среди рабочих за власть советов и сам вступает в партию. Его избирают заместителем председателя губернского исполкома. В подполье, разъезжая по улам и селам за Уралье, он разъясняет программу революционеров и собирает отряды дружин для борьбы против старой власти. Казахстан В результате ожесточенных боев Уральск на 72 дня был взят в осаду войском генерала Толстого. Авдрахман Айтиев и его соратники занимаются организацией Красной Армии и формированием двух особых казахских кавалерийских полков, которые были включены в состав 4-й армии Восточного фронта под командованием Фрунзе. Айтиева как члена наркомнация, военного совета и ЧК назначают в политотдел легендарной дивизии Чапаева. В Чапаевской дивизии он работает в политотделе, как грамотный казах. В Чапаевской дивизии и русские казахи, там башкиры, вот очень много было и мусульман. И вот он был зачислен работником политотдела дивизии. То есть настраивал бойцов Чапаевской дивизии, не жалея, так скажем, живота своего, защищать советскую власть. С его мнением считались, потому что он именно казах, он знает этот регион. Когда Чапаев собирал командиров, давал распоряжения, указания, кому, куда, как действовать и так далее, везде, конечно, Абдрахман Айти присутствовал. Ай-яй-яй-яй-яй! А-а-а! Ради ж за то про нас слава идет! Ради ж бандиты Чапаевцы! Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот это и вот расстреляю. Легендарный фильм «Чапаев», вышедший на экраны и ставший мегапопулярным в 1934 году. Он был снят по воспоминаниям Фурманова. И на протяжении всего фильма рядом с Василием Ивановичем уже не менее легендарный Петька и Анка-пулеметчица. Однако в этом фильме нет ни слова о настоящем боевом товарище знаменитого комдива Абдрахмане Айтиеве. А ведь именно он был рядом с Чапаевым в последние минуты жизни. Почему в этом фильме не нашлось места Абдрахману Айтиеву, сказать сложно. В Советском Союзе, в крупных городах, ее прокат был ежедневным на протяжении двух лет. За пределами страны фильм также произвел фурор. Его смотрели в Америке, Германии, Италии, Дании, Австрии и многих других странах. Где-то около 35-го года вышел фильм Чапаев. Дети бегали смотреть этот фильм. И когда он спрашивал, а было что-нибудь про меня? И когда слышал, что нет, про тебя ничего не было, и даже в титрах не было что-то есть такое. Конечно, он очень-очень закрашался. Но забвения и клевета будут позже. А пока он полон сил и веры в будущее. Еще бы! Гражданская война окончена. Власть Советов укрепляется с каждым днем. В этот важный период Айтиев возглавляет Киргизский революционный комитет. Другими словами, Временное правительство Советов. Совместная работа членов Кир-Ревкома заключалась в скорейшем завершении войны. Подготовки и объявлений амнистии алашординцев. С привлечением их к работе Ревкома. А также присоединение казахских земель. Кир-краю. После провозглашения Киргизской автономной республики Айтиев избирается в первый казахский высший орган – президиум ЦК. Его назначают на должность заместителя председателя Совнаркома, говоря современным языком премьер-министра. Главой же правительства был избран Сакен Сейфулин, который практически сразу же направляет своего заместителя Айтиева в Петропавловск для решения спорных вопросов по приграничным территориям с сибирским ревкомом. К этому моменту Абдрахман Айтиев избирается народным комиссаром внутренних дел и с соответствующими полномочиями берется за вопрос обозначения государственных границ только что созданной республики. И вот этот вопрос о делимитации, можно сказать, современным языком, делимитации, демаркации границы тогда очень остро стоял. И вот когда Айти в составе казахстанской делегации был на приеме у Калинина по вопросам размежевания и определения границы казахской автономной Советской Социалистической Республики, этот вопрос очень был остро стоял. И нужно было доказывать, это было очень непросто. И вот Айтиев возглавлял эту делегацию и доказывал, что территории спорные по тем временам, казалось, центр Москвы, спорные территории, Айтиев отстоял сначала для Кирривкома, а затем уже в 20-м году образование казахско-автономной Советской Социалистической Республики. В этой ситуации Абдрахман Айтиев становится фактически собирателем казахских земель. Благодаря его самоотверженной работе и таланту государственного деятеля и политика в состав формирующегося государства удается вернуть исконно казахские земли. Вопрос стоял, например, очень остро в Мангышлакском уезде, потому что ему писали очень многие казахи, адайцы и другие, что вопрос нужно было решать с туркменами. Я вот здесь хотел бы сказать, что именно Айтиев поставил такую точку, можем сказать, можно более шире взять, не только по делимитации границы между Туркменистаном и Казахстаном, но и с позиции вопросов этнических проблем. Мы все знаем, например, произведение Абиши Кикельбаева, «Месть» называется, по нему был снят фильм еще, и он там показан, какая была непростая ситуация, борьба между адайцами Айдайского уезда и туркменами, это этнические проблемы. И вот Айтиев, он провел линию, границу, размежевал их и поставил большую точку в этом этническом конфликте. Он провел съезд, то есть он не просто взял и разделил, он демократично поступил, как опытный государственный поступил. И вот здесь, конечно, проявляет его государственная деятельность, с позиции государственности. И вот мы видим здесь, как он из простого истопника, или там делопроизводителя первого участка, да, гуральского губерния, вырос до уровня государственного деятеля. И вот это размежевание, это еще раз сильный показал Айтиева как личность. Наряду с Мангашлаком Абдрахман Айтиев в результате кропотливой сложной работы, убеждений, споров успешно решает вопрос о присоединении к Кирривкому, а затем и Казахской автономной республике южных территорий, а также северных и восточных областей. Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Кустанай – сейчас это неоспоримые субъекты суверенного Казахстана, но тогда, в 1920 году, их приходилось отстаивать. Здесь очень много было уже внутри РКПБ, внутри большевистской партии, была достаточно большая лобби, ну так с современным языком говорить, лобби, которая не хотела, чтобы эти северные области были в составе Кирривкома и затем, в последующем, Каза СССР. Сибирривком, потому что он считал, что эти территории должны отойти к России. И вот Айтиев, он отстоял эти территории, доказывая не только этническую принадлежность казахов, экономически, политически, культурно доказал, что эти территории, северно-северо-восточных Казахстана, они должны быть в составе Казахской СССР. Это была большая дискуссия между нами. Дискутируя с Калининым, с Лениным, извините, это не каждому простому человеку дается. То, что мы сегодня имеем территорию девятого в мире, по территории Казахстан занимает. Благо того, что такие как люди Айтиев, они тогда устояли у истоков создания территориальной целостности, расширения, так скажем, законных территорий Казахской АССР, Казахского народа. И когда было размежевание границы, в 1924 году, мы говорим, сталинское размежевание в Средней Азии, а потом уже, когда вопрос стоял о делимитации, демаркации границы, в 1991-м независимый период Казахстана, все опиралось на те постулаты и ту линию границы, которую очерчил Айтиев. Вообще, если по большому счету сегодня сказать, мы все должны преклоняться перед ним за нынешнюю границу с Россией. Вот. Ну, если так грубо сказать, то каждый километр спорной территории границы между Россией и Казахстаном подписал он. Он не смог взять территорию Омской области, территорию Тюменской области, Алтайской области, где проживали казахи. Вот. Но нынешняя граница, вот каждый километр им подписана. Делимитация границы была для молодого государства первостепенной задачей. Тем более, к тому моменту Адбасарский, Акмолинский, Кокчетавский и Петропавловский уезды, то есть практически весь север и центр современного Казахстана, находились под властью Сибирского революционного комитета. Смириться с таким раскладом Абдрахман Айтиев не мог. В эти дни, пока решалась судьба родной страны, он практически не выходит из кабинета. Ведет активную переписку. В архивах сохранились его телеграммы, отправленные в Оренбург, Новосибирск, в Москву. Вот что в те дни он пишет Калинину и Сталину. Несмотря на состоявшееся постановление Центральной административной комиссии, санкционированное в ЦИК о передаче введений Кыргызской республики пяти восточных волосей Ишимского уезда, Омские и Тюменские губы с полкома от передачи таковых отказываются. Причисление означенных районов не терпит отлагательства. Председатель Губаревкома Айтиев. Да, он всегда был таким. Резким, быстро принимал решения и никогда от них не отказывался. Да, видимо, и нельзя было по-другому в то время, когда на кону стояла целостность родной земли. Благодаря этой его самоотверженности, целеустремленности, неиссякаемой энергии, в то сложное время были спасены десятки тысяч жизней простых казахов, на головы которых обрушилась волна страшной эпидемии. Насколько серьезной была сложившаяся ситуация, мы можем судить по письму, которое в 21-м году Айтиев отправил в Сорнарком республики. Первое. Объявить Петропавловский уезд неблагополучным по эпизоотии сибирской язвы, а остальные уезды губернии угрожаемыми по данной эпизоотии. Второе. Организовать губернскую ветеринарно-исполнительную комиссию по борьбе с эпизоотией сибирской язвы. Третье. Мобилизовать весь ветперсонал губернии для борьбы с эпизоотией сибирской язвы, приравняв таковой во всех отношениях к мобилизованному для борьбы с холерой медперсонала. Четвертое. Закрыть границу Акмолинской области для выгона и вывоза из нее скота и сырых животных продуктов. Председатель Губревкома Айтиев. Как будто мало было холеры и тифа, войны, горя, страха, наступил голод. Люди вымирали семьями, аулами, деревнями. Чтобы не допустить катастрофы и спасти людей от голодной смерти, под руководством Айтиева создается чрезвычайная комиссия помощи голодающим. Да, ее члены силой отбирали излишки хлеба и скота у богатых, провели конфискацию имущества церквей и мечетей, не церемонились и порой шли на крайние меры. Но это был как раз тот случай, когда цель оправдывала средства. Только в первые 10 месяцев ЧК Помгол собрала для голодающих больше 40 тысяч пудов хлеба, больше 10 тысяч пудов мяса и рыбы, больше тысячи голов скота. А в Петропавловске в это время было открыто 5 пунктов питания, которые организовали больше полумиллиона бесплатных обедов. Говоря о политической государственной деятельности Айтиева, надо сказать, что его деятельность пришла в достаточно сложный период развития истории Казахстана. И после создания Казахской автономной советской социальной республики, он в 21-24 годы занимал, был наркомом внутренних дел. И параллельно он занимался проблемой социального характера, так как он был назначен председателем помощи голодающим. И именно Айтиев был председателем этой комиссии, которая была возложена именно на него, его опытом, его умением принимать правильные решения. То есть помощь голодающим, это нужно пробивать было, очень много санкций, да, было нужно пробивать, надо было продовольствие и так далее выбивать и доказывать нужно. Центр не хотел же признавать это, буквально было после гражданской войны. И вот именно назначение такого человека, как Айтиев, председателем помощи голодающим комитету, оно, конечно, было оправдано тем временем. Доверяли Айтиеву такой сложный фронт работы, плюс нарком внутренних дел. То есть мы здесь видим, что в нашем понятии, да, в постсоветском понятии, немножко негативное идет понятие, там, нарком, НКВД, да, когда вот слышишь эти вопросы, сразу думают, а вот сразу репрессии. Нет, это надо говорить, что НКВД не только занимался, конечно, первоочередной была борьба с бандитизмом, но плюс к этому борьба была с голодом, истощающий голод. И надо было, конечно, такой человек, как Айтиев, волевой, прошедший этапы гражданской войны, знающую проблему, именно на него была возложена большая ответственность по обреглодающим. Именно благодаря таким людям, конечно, мы, в общем, вышли из этого положения, и голод был достаточно преодолен, так скажем, в Казахстане. Айтиева направили в город Акмолинск, где он должен был поднять, во-первых, вопрос борьбы с голодом, разрухи народной, разрухи послевоенной. В Акмолинске включили его в президиум Губревкома. За короткое время он и железную дорогу достроил между Петропавловском и Кокчетавом, и техникум открыл. Открыл на 500 мест дом для беспризорных. Послал телеграмму в центр, чтобы выделили деньги, чтобы это детей накормить. Только в Букеевской орде, благодаря активной работе Абдрахмана Айтиева, от голодной смерти были спасены сотни тысяч людей. Об этом тоже свидетельствуют архивные данные. Вот что известно из официального документа, датированного 8 июля 1920 года. Четыре уезда Букеевской области Камыш-Самарский, Нарынский, Первый Приморский, Второй Приморский с населением около 200 тысяч душ со второй половины 18 года до февраля 1920 года находились почти все время в руках казачьих банд. Бедствия этих уездов за время владычества белых были неописуемы. Почти все имущество киргиз названных уездов было разграблено. Жилища сожжены и скот угнан. На основании изложенного представительство усиленно ходатайствует о возможном скорейшем отпуске просимых 100 миллионов для оказания помощи бедствующему населению, так как каждый день промедления увеличивает страдания голодающих. Абдрахман Айтиев стоял у истоков создания Первой Конституции Казахской Республики. Он был председателем специально созданной комиссии, таким образом возглавив один из наиболее важных процессов государственного строительства. Говоря о государственной политической деятельности Айтиева, надо подчеркнуть его роль в создании Первой Конституции Казахстана. Да, можно так сказать. Потому что Айтиев стоял у истоков создания конституционного развития Казахстана. И дело в том, что впервые вопрос о Декларации прав трудящих КССР именно был составлен Айтиев в 2019 году, которое было в основе последующего принятия Конституции КССР. И вот здесь я хотел сказать, что в октябре 2020 года проект декларации был принят за основу и КССР. Затем шла большая дискуссия, и уже в последующие годы первый секирызийский съезд октября 2020 года принимает решение о... Президиум Кирцик принимает решение о разработке нового проекта Конституции Каза-ССР. И председателем назначается Айтиев. И за основу проекта Конституции была взята Декларация прав трудящих КССР, созданной и основанной принципами, которые были положены Армагилде Айтиеву. Это очень важный документ, по которому, в принципе, и была принята эта Конституция. Помимо законотворческой, теоретической деятельности, Абдрахман Айтиев очень большой практический вклад внес в формирование первой казахской профессиональной милиции. Первые декреты, даже такие вопросы, какая форма одежды должна быть у милиционера, какое образование должно быть у милиционера, как должен... милиционер обязательно должен владеть местным казахским языком. Если казах милиционер, он должен владеть русским языком. Впервые вот положение о казахстанской милиции, все это написано руками Абдрахмана Айтиева. Он должен быть выходцем обязательно с бедной среды, крестьянской, рабочей и так далее, из интеллигенции в отрядовых сотрудник милиции. Милиция, это представитель беднейшего класса, рабочих и крестьян. Полиция – другое понятие, а милиция вот так, народная, поэтому. Вот. Он должен быть честным, справедливым. Как нарком внутренних дел, Айтиев провел огромную работу по организации не только милиции, но и ЧК. Вообще в то время органам внутренних дел предоставлялась очень большая власть, можно сказать, что они занимались всем – и здравоохранением, и учебой, и борьбой с безграмотностью. Все это входило в обязанности, как ни странно, наркомата внутренних дел. Мало кто знает, но именно Абдрахман Айтиев, как человек прогрессивно мыслящий, настоял на принятии закона об отмене Колыма, введении запрета на многоженство и амингерство, что, безусловно, сыграло большую роль в раскрепощении казахских женщин и наделении их равными правами с мужчинами. Из статьи Абдрахмана Айтиева «Тезисы ко дню отмены Колыма». Исходя из того, что общество не может считать себя освобожденным, пока женщина остается порабощенной, киргизскую женщину, да ныне рабыню в общественной и семейной жизни, а в то же время безропотную работницу в хозяйстве, считать отныне равноправным членом общества и распространить на нее все без изъятия политические и гражданские права, являющиеся завоеванием и достижением всей массы трудящихся. Также по предложению Айтиева было принято постановление о мусульманских праздниках. Выходной день был перенесен с воскресенья на пятницу, а религиозные праздники Ораза Айт, Курбан Айт и Наурас были объявлены официальными выходными праздничными днями. Большое внимание Абдрахман Айтиев уделял образованию. Он составил и утвердил инструкцию по ликвидации безграмотности, принял декрет о языках, который приравнял казахский язык с русским. Это дает возможность казахам, которые жили далеко в аулах, не обучавшиеся, могли уже учиться. Естественно, теперь тут же еще возникает вопрос о том, что необходимо бы создавать, выпускать литературу, учебники. Для того, чтобы составлять учебники, необходимо было создавать издательство. Айтиев создает редакционную коллегию, в которую входят видные деятели просвещения, видные деятели Алаш. В составе редакционной коллегии будут с 2022 года Айтиев Абдрахман, Ахмед Байтурсенов, Алихан Букиханов, Моржаков Дулатов, будет Аймаутов, Садвакасов, будут Булгамбаев, Тлеулин. Ну, многие все, которые имели хорошее образование. Эти люди, конечно, сделали большую работу по составлению учебников, продвижению просвещения в массы. Очень тяжелое дело поднимать всю вот эту деятельность издательства. Несмотря на разногласия между революционерами, лидерами Алаш, все-таки у них была одна идея – помочь молодой Советской Республике образоваться и состояться как государство. Это у них получилось. Этот период в жизни Абдрахмана Айтеева был, пожалуй, самым счастливым. На этом общем фото, вот он сидит слева от меня, видимо, звонит куда-то по важному делу. Он полон сил, энергии. Рядом с ним его ближайшие соратники – друзья. Алибеков, Мрзагалиев, Джан Гельдин сидит с газетой в руках, а сзади стоит Ахмед Байтурсынов. Кстати, именно Айтеев в 1919 году поручился и принимал Ахана в партию большевиков. Это фото датировано 1921 годом. И вот так работать рука об руку слаженно и спокойно им оставалось совсем недолго. В 1925 году в Казахстан приедет ставленник Сталина Филипп Голощокин. И практически все, кто запечатлен на этой уникальной фотографии, будут расстреляны. Голощокин в 1926 году пишет письмо Сталину. Товарищ Сталин, казахской степи, оказывается, не было Октябрьской революции. Октябрьская революция прошла стороной Казахский край. Пишет докладную записку Филипп Голощокин Сталину. Сталин ставит сверху, пишет ему, товарищ Голощокин, в вашей программе я полностью согласен. Так проводите же революцию казахской степи. Вот и Голощокин начинает революцию казахской степи. Берет список всех членов партии Алаш-Варда. Ему представляет 65 человек фамилии. 60 человек в 1926-1927 годах, бывшие члены партии Алаш-Варда, будут расстреляны. Это первая массовая политическая репрессия. Начинается в Казахстане под руководством Филиппа Голощокина. После расправы членами партии Алаш-Варда, Филипп Голощокин начинает разбираться казахскими кадрами. И вот тут начинается вторая уже атака на казахских большевиков. Здесь Абдрахман Айтиев снимает со всех своих постов, а он открыто выступил против политики Голощокина Абдрахман Айтиев. Сказал, то, что вы проводите революцию казахской степи, неверно. Революция давно состоялась в Казахстане. Казахстан стоит на пути социализма. Мы первые большевики, организаторы советской власти в Казахстане. Мы против вашей политики. Но власть и сила были на стороне Голощокина. Чем он не применил воспользоваться? Абдрахман Айтиев одним из первых попал в черный список. Его сняли со всех правительственных постов, исключили из партии, а потом и вовсе выслали в город Джамбул. Мне кажется, вот эти удары судьбы, это может вынести сильная личность. Даже то, что его исключили из партии, но, извините, человек посвятил жизнь этой партии. Причем посвятил ее жить этой партии не в тот период, когда партия уже 70-х годов, это было ура, ордена, медали. А это был период, когда партбилет, то ли это тебе первым в атаку идти на 100% смерть, или то ли в случае каких-то моментов в числе первых быть расстрелянным. И вот человек, который вступил именно в те времена в партию, конечно, в душу плюнули, мы поступили абсолютно несправедливо, жестоко, некрасиво, исключив такую яркую, преданную личность партии, исключить партию. Но мне кажется, партия потеряла больше, чем Айтиев. Другой вопрос, что он как личность смогла перенести вот такие тяжелейшие удары судьбы. После этих гонений он переезжает вместе с семьей в город Тарас, где будет простым школьным учителем и жить в бараке. Да, человека, который всю свою жизнь посвятил делу революции и партии, в одночасье сместили со всех постов, лишили регалий и предали забвению. Для Абдрахмана Айтиева это стало страшным ударом. Всегда прямой и честный он не смог противостоять подлости и предательству. 16 ноября 1936 года, на 50-м году жизни, за год до начала жестоких сталинских репрессий, Абдрахман Айтиев ушел из жизни. Травили и старались очернить имя Абдрахмана Айтиева и даже после обретения независимости. Нередко современные историки и эксперты, говоря о его личности, пытаются разыграть карту противостояния Айтиева с лошардинцами. Однако очевидно, что исторические документы и простая хронологическая сверка опровергают подобные домыслы любителей исторических подлогов. Некоторые исследователи допускают мысль, что Абдрахман Айтиев был в числе предателей движения лошарды. Пишет так, что Абдрахман Айтиев принимал участие в разгромлении, разгроме западного отделения лошарды. Да, действительно, исторический факт. Западная лошарда была. Это Халел и Жанша Дос Мухаммедов, руководители западной лошарды. Это исторический факт. Революционная неразбериха. В этот момент самораспускается лошарда. Основной штаб во главе Алихан Букиханова, Алимхан Ермеков, первый премьер-министр государства лошарды, Ахмед Байтюрсунов, первый идеолог, Маржахов Дулатов, организатор газеты «Казах». Лошарда сама распускается. Присоединяется куда? К большевикам. И Айтиев во главе комиссии, он, естественно, был в первых рядах реабилитации и привлечения лошардинцев к работе. Но деятели лошардинцев, такие как Дос Мухаммедов, Баратья, Кенжин, Бегимбетов, Ермеков и другие, и Байтурсунов, они были идеологически противниками советской власти. Убедить их в полезности служения народу, вот это была именно как раз-таки заслуга Айтиева, который, в принципе, и именно по его рекомендации, можно так сказать, эти люди были приняты высшей шалоной власти, можно сказать, политической власти Каза СССР. Абдрахман Айтиев их принимал распортертым душой, сердцем. Давайте нашему казахскому угнетенному народу дадим свободу, создадим автономию вместе с большевиками. Вот эту идею Абдрахмана Айтиева они подхватили и перешли на сторону. Военно-эволюционный комитет членами стали. Как же так мы будем говорить, что Абдрахман Айтиев противостоял против Алашарды? Здесь, наоборот, Абдрахман Айтиев им оказал большую помощь, братскую поддержку казахской интеллигенции того, что во времени бывшим членам Алашарды оказал большую помощь Абдрахман Айтиев. Это историческая правда. Сущность Абдрахмана Айтиева проявляются и в следующих исторических фактах и поступках, которые характеризуют его лучше и ярче, раскрывая не только как государственного деятеля и политика, но и как человека, которому не чужды такие понятия, как великодушие, дружба, порядочность. Ярким примером служит то, что он, например, из-под расстрела вытащил братья Дос Мухаммеда, которые были приговорены революционным комитетом к расстрелу. Он написал письмо к Фрунзе, и личный авторитет Айтиева перед Фрунзом сыграл очень большую роль в реабилитации братьев Дос Мухаммедов. Конечно, в последующие годы, в 1937-е, они были репрессированы, как Алашардинский, как национал-буржуазия. Но, тем не менее, в то время, в 19-м году, в 1920-е годы, Айтиев видел, что братья Дос Мухаммедовы приняли советскую власть, и в становлении государственности, такие люди, как образованные люди, как Дос Мухаммедовы, Байк Турсыновы, Ермековы, они нужны не только государству, они нужны становлению казахской государственности. Он видел в этом очень большую пользу. И второй момент. Есть факты, что он помог даже эмигрировать Мустафе Чукаеву, когда он делал турне, когда он бежал через Казаларду, Уральская, Травская область, Куривская, Тифлис. И вот именно Айтиев с другим, тоже немаловажно известным революционным Ипп Магомедом, они помогли Чукаеву перейти границу и затем дальше эмигрировать в Тифлис. То есть эти моменты, эти факты показывают его действительность. Он не боялся, не боялся, что его завтра репрессируют, не боялся, что он принимал решение по той ситуации, которая необходима была в то время. Говорят, беда не приходит одна. Почти сразу же после смерти отца умер младший сын Авдрахмана Айтиева Тельжан. Пульшан с оставшимися детьми вернулась в родной Уральск. Но не смогла остаться там надолго. Люди, старые знакомые, товарищи и даже сородичи сторонились их, боясь подозрений и репрессий. И после смерти, конечно, помогли уехать Кульшана из этого города Тараза в Уральск соратники его, которые еще продолжали работать в правительстве. Бескрайняя родная степь. Ее вполне можно сравнить с судьбой жизни ее великого сына. Да, героизм и любовь к родине Авдрахмана Айтиева также необъятны. А его история – такое же белое пятно, как эта земля, покрытая белым снегом. Вспоминая и почитая память таких выдающихся исторических личностей, принято оставлять цветы на их могилах. Но в случае с Авдрахманом Айтиевым мы лишены такой возможности. В 60-е годы в городе Джамбул его захоронения сравняли с землей, построили жилые дома. Теперь его останков уже не найти, не поставить памятника. Но мне кажется, что эта наша земля, степь, за которую он проливал кровь, которую отстоял, вернул своему народу, вполне может служить одним, настоящим большим памятником гражданину и патриоту Авдрахману Айтиеву. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok